Девушки отдыхают Международном информационном агентстве «Россия сегодня». Темой обсуждения стало доминирование российских вузов в рейтингах QS. Начало проведения ураза Байрама придется на 5 июля, а Курбан Байрама на 12 сентября. Эти дни, в соответствии с производственным календарем, опубликованным на сайте Министерства труда Татарстана, являются нерабочими праздничными днями. Студенты из набережных Челнов посетят Госсовет Республики Татарстан. В экскурсии примут участие победители и призеры игры «Парламентские дебаты». Татарстан примет Кубок мира по хоккею среди молодежных команд. Игры пройдут с 20 по 28 августа в Ледовом дворце спорта набережных Челнов и нефтехимарене Нижнекамском. Неплатищим алименты россиянам могут запретить сдавать на права. Эти меры будут способствовать стимулированию должников к погашению имеющихся задолженностей. Институт КФУ в городе набережной Челны недавно заключил соглашение с компанией «Хайр», открывшей сборку холодильников в Автограде. Соглашение позволит создать новую специальность – холодильная криогенная техника и система жизнеобеспечения. 14 июня в 17.00 по московскому времени состоялся запуск нового раздела портала КФУ «Сайты студенту». Сайт разрабатывался с учетом интересов и потребностей самой активной частью университетского сообщества. Поэтому интерфейс стал проще и функциональней, нужная информация доступней, а стиль оформления и подачи материалок атмосфернее. Продолжение следует...